Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня для вас два моих интервью. Одно я сделала неделю назад с хозяином отеля в Шанклине. Я вам его уже анонсировала, это видео. Оно будет сейчас в начале. И второе видео я сделала вчера, когда гуляла по пляжу в Райде и встретилась там с компанией молодых людей, которые живут здесь, родились здесь в Райде, молоденькие. И вот эти два интервью я наложила свой перевод поверх их английского текста. Не знаю, кое-где не слышно, конечно. Но вот посмотрите, что вы думаете по этому поводу. Может быть, конечно, не очень правильные вопросы я задавала молодежи. Но было все очень неожиданно. Это интервью получилось спонтанно. Они меня сами попросили. Когда я шла мимо них со своей камерой, они попросили меня сделать с ними интервью. Итак, давайте смотреть. О, здравствуйте! Какие красивые цветы здесь у вас. Да, красивые. А вы что, работаете в этом отеле? Да, да, я работаю. Я хозяин этого отеля. Ой, как замечательно! А расскажите мне, пожалуйста, сколько здесь комнат в этом отеле? Девять. Девять комнат. А сколько платят ваши постояльцы? Ну, около 80 фунтов за ночь. Это включая завтрак. А что по поводу помощи государства сейчас в связи с коронавирусом? Ой, нам трудно, потому что мы всего лишь три года назад купили этот отель с моей партнершей. И сейчас в связи с тем, что очень мало мы его эксплуатируем, нам тут какой-то профит платят, но он очень маленький. Вы же понимаете, что сейчас вообще никого нет, никакого профита нет, никакой прибыли мы сейчас не имеем. А что у вас непосредственно, по вашим, тем, кто здесь работает, им что-то платят? О, нет, у нас здесь никто не работает. Мы здесь только вдвоем, с женой, все делаем. Я говорю, так, жена ваша готовит завтраки так же сама, без всяких поваров? Да, 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 без всяких поваров она готовит. А я ухаживаю за всем, все делаю. Сейчас у нас проблемы, потому что нам нужно очень много сделать ремонта в этом красивом доме. И поэтому вот такая вот 80 фунтов в день аренда, она, конечно, высокая, но мы надеемся ее снизить, когда уже все отремонтируем. Привет всем привет. Меня зовут Галина, я из России, и я хочу спросить у вас кое-что. Не точно русский, но я хочу сказать что-то. Наверное, мой кот, нет, ха-ха-ха. Я хочу просто с вами поговорить. Что-то вы можете сказать. Это Айла Вайт, и не живет здесь никто. Почему нет? Потому что скукота и робишь. Вы здесь родились, и вы живете здесь все. Да, да, а что случилось? Почему вы поменяли свое мнение? Ну, потому что здесь никаких возможностей нет, возможностей всех бортспасей там на большой земле. Ну, потому что все ремонтировано. Работы, работы невозможно найти. Да, я понимаю, что вы говорите не очень хорошо с работой. Нет никакого хороших магазинов. Инженерный персонал так же плохо работает. Все перемещаются туда. Да, да, я с вами согласна. И я хочу спросить вас что-то еще. Вы что-то заканчивали? Нет, нет, полчаса я понимаю. Но что вы закончили? Вы закончили колледж, или что вы знаете, я имею в виду? Да, я закончил колледж. Вы закончили колледж. Какие у вас знания вы имеете? Да, я закончил школу. Я закончил колледж. Айла Вайт, колледж. Механик. Как механик? А механик чего? О, я ремонтирую машины. А, да, прекрасно. Что, а тебе? Я работал в инженерном персонале два года. Потом два года в спорте. И сейчас я работаю в НХС в медицине. О, вы имеете в виду с врачами вместе? Да, да, да. Я хирургическом отделении работаю. Как технический персонал. Я думаю, что зарплаты там у вас были хорошие. Да, зарплата хорошая, но не у меня. О, посмотрите, какой я прекрасный пью напиток. Очень дешевый. Да, я знаю, но это не очень для меня интересно, потому что мы имеем везде такое сейчас. Ну, и я хочу спросить вас что-то еще. Что вы думаете? Почему вы не хотите заканчивать виние? Почему только в колледже? Я у вас у всех хочу спросить. Вы очень симпатичные молодые люди. Кто-то из вас учится сейчас в университете. А, вот Джорджа, Джорджа, Джорджа. Джорджа учит. Я понимаю, что когда у меня была хорошая вещь, то я не поняла, что она сказала, честно говоря, очень далеко. Ну, я когда была молодой, я имела какую-то мечту. А вы сейчас имеете мечту? Нет, мы имеем мечту только переместиться на большую землю. Да, я понимаю. И вы меня смутили по чему. Ну, потому что здесь никаких нет перспектив. Они опять говорят. Я говорю, вы все здесь живете? Да, мы все здесь живем и все хотим переместиться на большую землю. Кто-то в Ливерпуль. Девушка говорит, я вернулась три года назад наоборот сюда с большой земли. О, спасибо, спасибо, потому что я тоже люблю этот город. Это трудно. Да, я тоже переместился с большой земли на Айло Уайт. И мне тоже здесь нравится. Девушка говорит, что нет. Нет никаких здесь трудностей, никакой опасности нет. Никаких грубых мест на Айло Уайт. Все спокойно. Да, ну и они тут переместились, что у них загорелось их барбекю. Ой, как сложно переводить, друзья. Они все вместе болтают. А я спрашиваю, а где ваше барбекю и что вы кушали тут на барбекю? Ну, уже все закончилось, мы уже все съели. Сейчас вот пьем пиво. Вот они все пиво, ну, посмотрите. Не точно, но, да, я живу в Москве, но я жила какое-то время в Москве. Да, я живу в Москве, но я живу какое-то время в Москве. Ну, я его учу. И ты учил сейчас. Да, да, добропожелать. Нет, я учил. Я закончил шесть форму за последний год. Где ты учишься? Нет, я уже не учусь. Я уже нигде не учусь. Я закончил в прошлом году. Я прошлом году закончил в колледже точно так же. И сейчас я уже... Я люблю Элло Вайт, но я все равно хочу отсюда переместиться, потому что нет возможностей. Я думал, может быть, вы любите Элло Вайт, потому что здесь много старых людей, а нет молодых. Да, может быть и это, но если вы хотите будущее, вы должны отсюда двигаться. Кто-то еще что-то хочет сказать для моих друзей. Да, Москов, я хочу сказать, что очень-очень хорошо, я обнимаю всех. Ну, знаешь, какие-нибудь другие языки? Да, я знаю французский и арабский, потому что я родился. Он говорит по-арабски. Я могу говорить. Спасибо-спасибо всем за ваше интервью. Имейте хороший вечер, хорошее время. Вот такие у меня сегодня для вас интервью, друзья. Хочу сразу, конечно, извиниться. Очень сложно мне было сверху накладывать вот этот перевод. Субтитры я, к сожалению, так и не смогла настроить здесь на этих видео. Ну вот, что получилось, то получилось. Не судите строго. Потом еще, понимаете, какое дело? Конечно, интервьюер из меня никудышний, потому что я не готовилась ни к одному, ни ко второму интервью. Все это было очень спонтанно, вообще неожиданно для меня, потому что я сама иногда затрагиваю людей. Вот с отелем, хозяином отеля я сама его стала расспрашивать. А вот с ребятами они меня остановили и сами напросились что-то сказать. А потом, когда я уже стала с ними разговаривать, они ничего такого толком сказать-то и не смогли. Поэтому мне пришлось что-то экспромтом, какие-то вопросы задавать. Ну там, видите, они не все колледж закончили. Кое-кто еще закончил какие-то технические. Вот парень второй, который закончил, я так понимаю, какой-то инженерный там. У него инженерное образование. И если кому-то интересна голубая бутылка, что у него была, это смесь, коктейль такой. Водка с чем-то там еще ароматизированным. И это всего лишь 4 градуса крепости вот этот вот напиток. Ну, как вы заметили, все ребята очень уважительные. Они со мной разговаривали очень уважительно. Несмотря на то, что все-таки немножко, конечно, были выпивши. Вот еще что интересно, что они почему-то очень застеснялись, когда я стала их снимать на камеру. После того, как я камеру выключила, мы с ними там еще много о чем говорили. И они все в один голос, конечно, только и твердят о том, что они собираются отсюда переезжать. И что здесь никаких перспектив на острове нет. Ну, я, в общем-то, с ними, конечно, согласна. Потому что, как я уже много раз вам рассказывала, несмотря на все красоты острова Айла Уайт, все равно, конечно же, работу здесь не найдешь. Здесь жизнь течет очень медленно. Даже для меня скучно иногда, потому что толком каких-то развлекательных мест таких особенно нет. Вот они тусуются все, видите, сейчас на пляже. Барбекю жарят и пьют пиво, дуют во всю работу. Они сказали, что они работают. Вот они вернулись вечером. Все полный рабочий день отработали. Пишите мне комментарии, что вы думаете, стоит ли мне дальше вот такие интервью брать. Если вам интересно, то да. А на этом, друзья, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok